Устранением последствий обильного снегопада занимаются по всему городу. Без внимания не остаются и общественные пространства, излюбленные места для прогулок самарсов. Убирают как вручную, так и с помощью спецтехники. По общественным пространствам они все сегодня в работе, которые на сегодняшний день есть. У нас их порядка 132. Все они отрабатываются. Нет деления, где значимое или более престижное в данной ситуации. Подход совершенно равный по общественным пространствам. В усиленном режиме расчищают от снега и дороги, в том числе прилегающие к скверам, паркам и другим общественным пространствам. Самарцы изменения замечают. Утром сегодня вот здесь вот было грязно. Ну не грязно, а снег лежал, а сейчас убрано. Ну конечно важно. Конечно видим. Спасибо. Вот идем, все чистенько. Разве это плохо? Мы все время по набережной гуляем и там чистят хорошо. Что делается в городе, это уже хорошо. Потому что мы видим не только чистку снега, а вообще в целом город преобразовался. И дороги, и здания. Мы довольны. И мы рады этой жизни. В минувшие сутки, когда в Самару вернулись интенсивные осадки, высота снежного покрова достигла 40 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями, в ночь на 14 января в расчистке города приняли участие 3163 уборщика. Задействовали 581 спецмашину. В том числе 307 человек и 454 единицы техники были сосредоточены на автодорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, а также на пешеходных переходах. В 3,5 раза увеличили расход реагентов для борьбы с гололедом. За сутки только с городских дорог вывезли на полигоны почти 5210 тонн снега. Сегодня днем в городе выпало от 2 до 3 миллиметров осадков, а ночью ожидается от 6 до 8 миллиметров. В ручной уборке задействуют порядка 145 дорожных рабочих. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поставил перед городскими службами задачу усилить вывоз снега. В ночь на 15 января количество самосвалов увеличит до 150 единиц. Всего на дороге выйдет 362 единицы спецтехники. Это с учетом привлеченной. Ее предоставляют промышленные предприятия и дорожно-строительные организации. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.